Хай-тек Можно предметно поспорить и вспомнить российское высокотехнологичное оружие, российские атомные технологии и как минимум одну известную российскую антивирусную компанию. Но нужно признать, что все эти вещи все-таки больше известны специалистам, а не рядовым жителям нашей планеты. А нам было бы полезно, чтобы наша страна ассоциировалась с чем-то высокотехнологичным, причем чтобы этот высокотехнологичный бренд был известен буквально всем, ну примерно как Apple или Facebook. И вот свершилось. Бренд «Русские хакеры» покоряет планету. А западные журналисты рассказывают о невероятных подвигах российских кудесников клавиатуры буквально каждый день, что вводит западных обывателей в когнитивный диссонанс. Как так получилось, что в стране с порванной в клочья экономикой, где только снег, медведи, водка и балалайки, появилась такая грозная сила, которая легко превращает в тыкву кибернетическую защиту структур США и ЕС? Нет ответа. Но это неважно, ведь у европейских СМИ появился новый повод для истерики. Русские хакеры ломают французские выборы. Советники кандидата на пост президента Франции Макрона, экс-банкира дома Ротшильда, в котором пророчат уверенную победу на президентских выборах, заявили, что русские хакеры произвели сотни атак на сайты и кибернетические системы избирательного штаба их кандидатов. СМИ в восторге от того, что пока русским хакерам ничего не удалось сделать. Но они точно знают, что за всеми этими атаками стоят российские государственные структуры и что они не остановятся ни перед чем. Главный месседж, который навязывают французам – демократия в опасности, и ее нужно срочно спасать от России. Тут сразу же возникает вопрос – а что такого страшного хранится на серверах штаба Макрона, раз его сторонники так сильно опасаются их вскрытия? Черновики его речей – ну чушь. Данные внутренней социологии – маловероятно. А вот если там все-таки есть серьезный компромат на самого Макрона и его движение, то у его сторонников действительно есть повод для беспокойства. Помимо русских хакеров, французские выборы ломают еще и русские пиарщики, которые скоро тоже могут стать международным брендом. Советник Макрона Ришар Ферран заявил, что RT и Спутник распространяют фальшивые новости, призванные изменить результат голосования. А системные французские СМИ пишут, что Кремль не жалеет никаких сил и ресурсов на то, чтобы не дать белому и пушистому независимому кандидату Макрону прийти к власти. Французские журналисты даже раскрыли страшные планы российских пиарщиков, которые вбросили в инфополе компромат на Ротшильдовского банкира. Оказывается, именно они стоят за вбросом, что Макрон – гей. Что сам Макрон упорно отрицает. И тут возникает вопрос. Нет ли в поведении прогрессивного французского политика скрытой гомофобии и отсутствия толерантности? Ведь в соответствии с современными стандартами политкорректности он должен был с гордостью вступить в ряды сексуально-прогрессивных политиков. А теперь серьезно. Самая большая опасность для французского истеблишмента заключается не в русских хакерах, а в том, что прямо сейчас во Франции происходят массовые беспорядки. Горят машины, бьются витрины, а рядовые граждане в некоторых городах просто боятся выходить на улицы. 11 районов Парижа подвержены вспышкам насилия, с которыми полиция не может справиться. Я абсолютно уверен, что европейские СМИ, если будет нужно, увидят в бесчисловых мигрантов и беженцев руку Кремля. Они могут даже найти какого-нибудь несчастного бедуина, который на камеру расскажет, что он полковник КГБ, которому дали задание громить витрины, чтобы понизить рейтинг мультикультурного кандидата Макрона. Очень может быть, что на французском телевидении покажут фильм расследования, в котором какая-нибудь Маша Гессен заявит, что у нее есть точная информация о личном приказе Путина об организации массовых беспорядков в Париже. Может быть, к этому даже как-то приплетут российских хакеров. Правда, я не знаю как, но западную пропаганду это точно не остановит. Я также знаю, что если беспорядки продолжатся и если у них будут жертвы, то Макрону не помогут никакие СМИ, никакие политтехнологи. К сожалению, виноватой в победе Марин Ле Пен в любом случае будет объявлена Россия. Может, против нас даже новые санкции ведут. Нам не привыкать. Пускай мы будем виноваты в том, что Европа постепенно возвращается к себе и отвергает навязанный ей мультикультурализм и диктат над национальных элит. Ну а если даже массовые беспорядки не помогут французским избирателям принять правильное решение, то винить они должны будут не русских хакеров, а только себя. Редактор субтитров А.Семкин